Экспедиция Аул Аманаты Бабалар Аманаты посетила Тимирский район. Ее участники встретились с населением и объяснили тимирцам значение проекта Аул Аманаты. Также они ознакомились с деятельностью местных бизнесменов, рискнувших взять льготный кредит на развитие своего дела. Подробности далее. Члены информационной группы начали свой визит в Тимирский район со встречи с населением. Мы были уже в Могулжатском, Храмтаусском, Алгинском и Байганинском районах. Встречались с жителями и знакомились с проектом Аул Аманаты. Кто-то понимает его цель, кто-то нет, кто-то задает вопросы. Наша задача полностью разъяснить жителям суть этого проекта. Речь шла о динамично реализуемом в регионе проекте Аул Аманаты. Так, в области 575 предпринимателей получили кредиты на реализацию своих идей. К настоящему времени освоено 5,5 и 6,5 миллиардов тенге, выделенных проекту. Об этом рассказали участники экспедиции. Проект Аул Аманаты призывает нас аниматься предпринимательством. Здесь есть условия, которых не было раньше. Поэтому я считаю, что это хорошая возможность для каждого человека. Любой сможет начать собственное дело и вносить вклад в развитие своего района. Мы видели, как люди занимаются растеневодством, птицеводством. Все это кажется, на первый взгляд, очень сложным. Конечно, это сложно, не спорю. Тем не менее, это не является чем-то невозможным. Здесь не нужно иметь какое-то высшее образование. Главное – желание и уверенность. Чтобы получить кредит Паула Монаты, нужно взять в залог свой дом. И на какую сумму это выйдет? Есть оценочная компания. Они этим вопросом занимаются. Участники СЭЧ интересовались условиями проекта, такими как подготовка документов, размер кредита, залоговое имущество. Хотелось бы, чтобы СПК были свои оценщики. В СПК есть свой кредитный комитет. Однако перед ними обязательно должны быть независимые оценщики. Далее члены экспедиции посетили жители Шубаркутовского сельского округа Асхата Сатанова. 55-летний предприниматель в рамках проекта Аула Монаты получил льготный кредит – 860 тысяч сенгеи. Приобрел гусей и кур. Вначале приобрел 50 цыплят. Взял специально породистых, так как у них мясо гораздо лучше, чем у обычных. Предприниматель занимается не только птицеводством. Он хочет расширить пассивные площади и выращивать люцерну. Есть в планах и заготовка кормов. Огурцы и помидоры. Все это выращивали вначале для себя. Сейчас уже поставляем овощи в магазины. Два жителя Жексамайского сельского округа совместно занимаются производством молока. Они получили в рамках проекта льготный кредит на 8 миллионов тенге. В феврале мы подали заявку на кредит. Через два месяца нам ее одобрили. В мае провели ремонт, купили оборудование. Пока работников у нас нет. Работают пока что наши жены. В свою очередь члены информационной группы поблагодарили участников проекта и вручили специальную награду. Желаю вам успехов в работе. Зашите вручить вам благодарственное письмо от имени Акима области. Далее участники экспедиции посетили село Капаев, встретились с населением, которому также разъяснили значение проекта Аул Аманаты. Жители пригласили принять активное участие. После чего члены информационной группы посетили пекарню сельского предпринимателя Айнур Омидбаевой, где ознакомились с ее работой. Взяла кредит на сумму 2 миллиона 800 тысяч тенге. Еще в самом начале, когда узнала о проекте, приобрела необходимое оборудование. В день готовлю по 180 булок хлеба. И уже есть свои постоянные клиенты. В целом в селе растет число участников проекта. Так, информационная группа познакомилась с хозяйством предпринимателя Азамата Бетингалиева, разводящего кор и гусей, бизнесмена Калдыбаян Сата, тоже развивающего птицеводство, и посетили местного производителя Руслана Айжарыкова. Они пожелали предпринимателям успехов и вручили благодарственные письма Акима области.